Всем приветик! Сейчас покажу вам, как проходит наш воскресный вечер. Мы тут с Лерой сидим и едим шурму. Нам папа, короче, делает шурму, сейчас нам принёс свою домашнюю. А мы сидим и смотрим новый сезон звёзд в Африке. У нас уже вечер следующего дня. Идут сейчас переговоры между Россией и Украиной. В этот момент вы, конечно, видео увидите позже. Вы узнаете результаты. А я целый день сегодня сначала ждала этих переговоров. Теперь жду, когда они кончатся. Уже свечки зажигала и молилась. Что только я не делала. хожу, переживаю, чтобы они завершились хорошо. Я не хочу долго рассуждать на эту тему, потому что я ни за кого. Скажете, за кого вы? Россия или Украина? Я не знаю, кто из них прав, кто виноват. Я в политике не сильна. А верить телевизорам или тем более соцсетям, которые хотят хайпануть, набрать подписчиков, я вообще не хочу. Там такое показывают. Я могу только сказать, как на меня это, на мою семью отразилось. Вы все знаете, что я хотела продать квартиру, купить дом. Уже, можно сказать, начали оформлять документы. Уже нашлись, можно сказать, клиенту, кто хочет купить. Ипотеку хотели взять. Не знаю, что сейчас будет. Не знаю. Просто в подвешенном состоянии. Не знаю, что будет с ценами. Ипотека уже поднялась процентно. Проценты. Короче, мы все в шоке. Конечно, это не сравнить. Это квартиры, продажи с тем, что творится. На Украине там уже говорят, что с лишним человек, мирных жителей, умерло. Конечно, убили. Конечно, с этим не сравнить. Ну, все равно. Я просто говорю, как на мне именно отразилось пока что вот эта война, которая идет, ну, уже скуку уже она идет, ну, наверное, уже дней пять она уже идет, не считала. Вот. Конечно, мы все на нервах целыми днями. Скажем, днем все больше и больше. Мы сначала думали, что она будет один, два дня, эти, ну, там, три. Но уже скоро неделя будет, она не собирается еще хуже и хуже, скажем, в нем. Это кошмар. Вот. Про корону вирус уже забыли. Не знаю, чем мы так нагрешили, что нас Бог накладывает и болезни, и войны. Вот. Страшно. Умирает и умирает. То от болезни умирали, теперь от войны, и вообще люди. Вот. Я говорю, даже про корону забыли. У нас в школе начинается обычная учеба. Если кто не помнит, Лера пришла в пятый класс, да, и как обычно в пятом классе бегают ученики к разным, к разные кабинеты. Я говорю, разговариваю, прям нервничаю, у меня шею в жар, и все. Вот. В разные кабинеты приходят, приходили. А с коронавирусом они сидели в одном кабинете, и к ним ученики ходили. Вот с начала года. Ой, тьфу, учителя ходили. Они сидят в кабинете, а учителя к ним ходят. Все с завтрашнего дня, все по-прежнему, все начинается, опять они будут бегать по классам, все. Уже уменьшается заболеваемость, все. Теперь другая проблема. Вот. Ну, не буду на эту тему долго рассуждать, просто сказала свое мнение, сказала, как на меня повлияло это все. Так, ну что, у нас уже следующий день. Вчера эти переговоры были, ничего, они так и не договорились, еще собираются еще что-то говорить и говорить. Что говорить? Люди гибнут, блин, они что-то договаривают. В мире творится непонятно что. Кошмар. Эти санкции какие-то там везде друг к другу. Говорят, при чем тут мотоциклы не продают, машины? Так плевать на эти мотоциклы, машины. Я не знаю вообще, вообще о чем думают. Какой-то хрени, спорт, ну вообще. При чем тут это-то? Ой, капец. Короче, я с каждым днем у меня я все на нервах, все больше и больше. Ладно, я представляю, что творится там еще в Украине. Бедные люди, а. Вот. Ну, ладно, у нас такая погода классная. Даже не верится, что где-то идет война, солнце, весна, прям весна-весна. Сегодня 1 марта у нас. Ну, что, надо заниматься домашними делами. Давайте с вами расхламим мою кладовку, которая опять вся, можно сказать, захламленная. Ну, мы расхламим опять только мой пол, хотя я и говорила, что буду стараться его не захламлять. Но все равно все захламили. Не пройти, не проехать. Так что сегодня давайте порасхламляемся немножко. Так, ну что, показываю я вам свою кладовку захламленную. Да, многие уже ее видели много раз. Я уже расхламляла наверное на видео раза три, как бы не больше. И все равно тут не пойми что. Опять тут все навалили. Сегодня разберем низ вот этот внизу. Ну, тут, конечно, в тот раз было еще хуже. Сейчас еще более-менее. Тут, в принципе, только сложить все и все. Вот. Ладно, сейчас я отсюда все вытащу снизу и покажу, куда что буду уложить. А уже потом как-нибудь будем разбирать, расхламлять тут. Ну, зато есть что на видео показать. Так, ну давайте немножко покажу, что у меня тут вообще творится. Нашла какую-то запчасть, я не знаю, у нас машины нету. Может, от Настина машина это что? Сейчас Денису фотку послала, что это вообще нужно. Может, она сроду не нужна ее кому-нибудь отдать или продать, я не знаю. Лежит тут уже годами просто. А что на балконе, то здесь перекладываю с места на место. Так, здесь крышка от посудомоечной машины у нас просто, ну как бы, чтобы она под стол влазила, пришлось снять. Наверное, оставлю. Вот этот, я не знаю, цемент или шпаклевка, что-то какая-то за хрень уже лежит тоже годами, сто летними. Скорее всего, я его выкину. Ну, лежит просто так. Ну, тут всякий мусор. Буду еще разбирать. Так, и здесь что? Не знаю, коробки. Простые коробки. Я как-то хотела собирать боксы всякие разные, да, мне интересно было. И купила эти коробки, теперь не знаю, куда их девать. Сейчас подумаю. Здесь у меня все для рассады. Я покупала тут горшки, все такое, удобрения. Это я на балкон положу, все для рассады, все для этого, для сажания будет у меня на балконе. В принципе, там уже всегда было. Почему-то сюда все навалило. Так, куча пакетов, которые надо все сложить, сумок, пакетов. Это все просто надо аккуратно сложить. Потом вот эту хрень, это как бы щетка, она даже заряжается, столетняя. Вот, и там что-то щетинки, ну, мне кажется, это такая бесполезная штука. Это мне отдала соседка, когда она переезжала из квартиры. Она говорит, я тебе нужна, я думала, это какая-то что-то интересное, полезное, а это фигня. Я ее, скорее всего, выложу на первый этаж, может, кто-то заберет себе, может, кому-то понадобится. Где-то еще зарядка была, надо зарядку найти. Вот, и выложить. Дальше, каблуки. Это Лерина. Лерина в парадно-выходные, она в них дома ходит, тренируется. Вот это Настин, ну, не знаю, будет она ходить, нет, тоже сейчас позвоню, напишу. Так, коробка от пылесоса уже две недели прошло, так что можно выкидывать. Дальше, что еще я, я же собрала садом-огородом заниматься, да, но теперь я не знаю, когда это вообще случится. Начала набирать всякие хрени от картоф, от еды, от такие вот. Короче, половину тоже сейчас все повыкидываю, нафиг надо, оставлю так немножко, может, что-то. Так, коробки, вот, из-под обуви, я люблю все туда складывать. Так, сапочки, землю тоже положу на балкон для сада-огорода. Так, ну все, поехали разбирать дальше. Так, нашла еще какой-то типа пакли, я не знаю, что это такое, какие-то веревки, но это типа пакли какая-то. Это вообще надо на Денисову полку положить, он две полки занял, а еще я даже шарик там нашла, капец. Так что положу я куда-нибудь ему пиху, но все равно у него бардак, пускай будет. А эта щеточка тоже от этого, от этой щетки, которую я вам показала соседям отдать, тоже так чистить чего-то. И вот это будем моем. О, еще мне соседка отдавала такие кармашки, фикс прайс, по-моему, такие продавались, правда они такие слабенькие, много ничего не выдержат, наверное, но вот теперь массажер, я думаю, можно сюда положить как раз. Оп, прикольненько. Отодвинула этот мешок, мы его не отодвигали, даже когда разбирала я кладовку, я его не отодвигала никогда. Ну, лежит, он там в углу и лежит. А это я отодвинула. Нашла туфлю, которую Лера искала когда-то. Сейчас она ей уже маленькая. Мы одну выкинули, а вторую нашли. Она в них тоже раньше ходила. Это 36-й, а у нее сейчас 38-й уже. И конфету даже нашла. Ну, это я сейчас, конечно, все выкидываю. Надо сейчас пакетик взять какой-нибудь. Это я видел. Сейчас мусор буду здесь собирать. Туфли и конфеты. Так, а вот эту я думаю как-нибудь ее уже сразу вытащить. Ну, или куда-то положить в пакет, чтобы выкинуть. Так, у нас столько этих пакетов. Капец уже куча, которые вот подарочные. Все, думаем, передарим кому-нибудь, передарим. Ну, это сейчас выкину, он рваный. Вот, валялся. Все, нашла я зарядку от этой фигни. Положу на первый этаж. Так, пеленка какая-то старая, собачья, выкину. плинтуса тоже выкидываем старые какие-то. Все. Так, тут все освободилось. Сейчас мою полы и посмотрим, что буду заложить. О, вчера гулять ходили с собакой. Полдня искали эту шлейку. Она, мы на полу искали. В основном, она здесь для собаки лежит. Мы на полу искали, она вон прицепилась. Нашли. Так, ну что, полы вымыты. Сюда я поставил кондиционер, тьфу, кондиционер, ну короче, вентилятор. Этому лету мы им пользуемся только. Но крышку, я не знаю, куда ее. Лежит, конечно, без дела, но что делать. Так, еще упаковочная бумага сюда, наверное, влезет. так, что же мне делать с коробками. Где-то место много занимает, надо их как-то сложить и куда-то убрать. Коробки спрятала под крышку. Так, ну этот крафт выкидываем. Выкидываем, так, шарик выкидываем, бумажка какая-то выкидываем. Сейчас пакет сложу. Так, откопал я еще огромный круг надувный, но на это я сейчас положу на антресоль, потому что до лета еще три месяца, так что он пока не нужен. Так, пакеты у меня здесь, здесь сумки, здесь маленькие пакетики. Они тут и лежали, просто им лень складывать обратно, все кидают, типа сюда сложили. Так, тут у меня хозяйственное мыло, целая коробка, кто смотрел мое видео, знает, что я принесла с квартиры, которую я сдавала, и квартира съемщика оставила нам в два раза больше. Мы поделились с подругой мылом. Я пользуюсь ему очень редко, поэтому нам хватит лет на 10, а то и больше его. Так, леряные лобутены кладу сюда, пускай я их выкину, она меня прибьет. Так, продолжаем. Сейчас Настя написала, нужны ей эти туфли или нет. Сейчас кто ответит, если они не нужны, я их отдам кому-нибудь. Банка краски, это, наверное, полбанки, просроченная, так что ее выкидываем. А я сейчас буду разбирать вот это, из пакета вывалилась всякую хрень. Сейчас поразбираю, что надо, что выкину, что оставлю. Ну все, пакет на выброс, уже два пакета у меня набралось, а сейчас все пойдет. Так, а это я сейчас на балкон отнесу, пригодятся. Так, еще у меня тряпки были, ну, пригодятся, может быть, я сюда их пихнула. Настя сейчас написала, что ей нужны, я сейчас ей под кровать их положу, она их одевает редко. Так, это у нас типа кенгуру, только для собаки. Сюда эти лапы вставляются, надеюсь, видно. Сейчас уберу, где у них вся одежда. Так, с коробкой. Так, тут у меня еще насадка для мойки полов, так я еще ни разу не пользовалась, не мыла, как-то мне, ну, не очень удобно и мыть. Может, как-нибудь помою. Ее я сейчас уберу, уберу, пока сюда. Пока сюда, пока не разберу. Так, остается коробочка от Adidas. Настя сказала, не выкидывать мою коробку типа от дорогих кроссовок. Я, Господи, коробка, она что, от Apple собирает себе коробки. Ну, коробка для обуви, это вообще нужная штука. У меня везде вот они, ну, везде, для мыла, вот для... Везде. Очень удобно в них что-то хранить. Так что коробочка у нас на сохранение тоже остается, тоже куда-нибудь обязательно примастим. Так, а вот эту коробочку мы выкидываем, выкидываем и вот три пакета мусора тоже выкидываем. Вот эту, общаясь, если я так ничего не ответил, про нее пока некогда. Я ее, наверное, положу опять на балкон. Я, когда разбираюсь на балконы, кладу ее в кладовку, когда разбираюсь в кладовки, кладу ее на балкон. Вот так вот. Потому что мне неохота в чистое вложить непонятно что. Так, это я подарю кому-нибудь, как я уже сказала. Ну, в принципе, все. Что у нас вышло? Вот такая красота, чистота. Еще он туда положил гантели. Время от времени кто-то собирается им заниматься. Два дня позанимаются, опять они лежат. Ну, пускай лежат. Все. Такая красота у нас получилась. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите. Всем мира. Счастливо. Счастливо.